здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик продолжаем создавать интерактивный журнал программе адопин дизайн это у нас первая страница вот вторая страница которую мы уже создали и мы начнем в этом уроке вот эту третью страницу и параллельно обсудим такое явление как модульная сетка либо что такое модульная система верстки давайте для начала проясним что такое слово модуль слово модуль происходит под латинского слова маленькая мера а применительно к нам модуль это шаг сетки основа композиции полос и разворотов модульной системе верстки то есть вот здесь на странице мы видим три колонки и в данном случае модулем является ширина вот этой вот колонки а модульная сетка включает себя видите уже три вот этих вот колонки и расстояние между колонками также отступы которые могут быть сверху либо снизу тоже задано какими-то вспомогательными элементами линиями если перейти на следующую страницу за этой здесь видим что у нас две колонки то есть тот модуль которые мы бы определили в три колонки здесь бы не подошел здесь у нас видите другая система верстки то есть модульная сетка оправдана там где много повторяющихся элементов либо нужно создавать несколько вариантов модульной сетки здесь у нас практически каждая страница является уникальной поэтому модульная сетка здесь мало где применимо но применимо там где на страницах у нас будет 4 колонки мы могли бы создать шаблон из четырех колонок там где у нас три колонки как вот здесь мы могли бы создать модульную сетку из трех колонок и сохранить это как шаблон а потом это использовать вот я перейду в женский журнал здесь в этом журнале более 120 страниц как вы видите здесь применена модульная сетка здесь использовалась система модульной верстки здесь мы видим например вот эту фотографию она занимает две колонки здесь занимает одну колонку здесь далее вот фотографии идет на полторы колонки то есть в основе всех страниц лежат колонки из трех столбцов и все элементы страницы подпадают под эти варианты верстки давайте перейдем в шаблон посмотрим какие здесь шаблоны видим что здесь также у нас находится три колонки и здесь как вы видите если посчитать 13 шаблонов но тем не менее на каждом шаблоне присутствуют эти три колонки также здесь находятся вверху ограничители направляющие также как и снизу из этого давайте дадим определение что такое модульная система верстки модульная система верстки этой системой верстки при которой основой композиции полос и разворотов становится модульная сетка с определенным шагом либо модулем одинаковым или разным по горизонтали или вертикали модульная система упрощает и ускоряет художественное конструирование и создает благоприятные условия для автоматизации верстки при использовании компьютерных настольных издательских систем модули существуют не только при создании журналов и книг модули существуют веб-дизайне при создании например веб-страниц также модули присутствуют и во многих других явлениях например как архитектуре давайте перейдем в журнал который мы создаем откройте сейчас вторую страницу мы ее уже закончили и давайте сейчас перейдем на третью страницу она у нас пустая давайте здесь создадим потренируемся модульную сетку на три колонки если посмотреть страницу которую мы сейчас будем реализовать она выглядит у нас вот вы видите как с тремя колонками то есть нам нужно создать три колонки отступы расстояние между ними и обозначить какие-то верхние и нижние параметры один из вариантов как создать модульную сетку это перейти на шаблон то есть у нас а шаблон открыть его и здесь создать нужную сетку тогда она будет просвечиваться на всех страницах которые будут участвовать и взаимодействовать с этим шаблоном это наиболее оптимальный вариант потом мы просто применяем нужный шаблон к нужной странице на 3 на 4 колонки либо на другое количество колонок но так как у нас страниц немного и практически все страницы уникальные то мы создадим эту сетку непосредственно на конкретной странице переходим на третью страницу проследите чтобы у вас здесь была выбрана третья страница стояла галочка 3 далее заходим в макет поля и колонки сверху давайте зададим 180 пикселей снизу 210 слева и справа давайте зададим по 95 количество колонок давайте зададим 3 и средний к расстоянии между колонками давайте зададим 50 щелкаем окей далее создадим направляющую щелкаем на линейке и выставим в левый край направляющую дальше сверху вытянем направляющую вот сюда также откроем окно свойства здесь мы можем конкретно задать координаты направляющие давайте здесь по и реку ведем 530 жмем enter далее можно создать другие направляющие по этим колонкам то есть вот таким образом далее вытянем еще сверху направляющие вот сюда и зададим ей по и реку 130 пикселей далее создадим еще одну направляющую и зададим по и реку 260 все таким образом мы обозначили где будут находиться все элементы на нашей странице каждый элемент далее останется их просто расставить на нужные места перейдем в наш итоговый журнал видим какие здесь должны быть у нас фотографии и другие элементы переходим файлом папочку мат здесь вот вот эта первая фотография м3-1 перетягиваем ее куда-нибудь в бок щелкаем левые клавиши и вот этот нижний левый угол поставим четко край вот в это место далее выбираем инструмент выделения жмем на клавиатуре shift control и по диагонали здесь вот тянем за этот угол верхний правый к центру до появления подсказок и видим когда край становится у нас край колонки я это увеличу и сделаю более точнее вот все четко далее чтобы упростить ставку следующей фотографии давайте сделаем копию текущие жмем alt тянем право ставим вот сюда и еще раз ставим сюда далее переходим в папку с материалами выделяем фотографию м3-2 и перетягиваем прямо внутрь средней фотографии и видим что она становится ровно по размеру так как нам и нужно то же самое проделаем с другой фотографии м33 тянем пускаем ее центр другой фотографии далее перейдем к материалам папочку один здесь лежит файл pdf откуда можно копировать тексты этого журнала я его нахожу щелку правой клавишей открыть помощью какого-нибудь браузера я открою это в яндексе пролистываем ищем эту третью страницу а давайте начнем сверху копируем текст новинки переходим программу берем инструмент текст рисуем произвольный текстовый блок и жмем правой клавишей вставить выделяем этот текст и зададим размер шрифта 16 пунктов а шрифт выберем ариал и начертание выберем болт а также зайдем в цвета открываем меню окно цвет образцы горячая клавиша 5 здесь мы ранее создавали цвета те которые нам нужны здесь найдите списочке текст то есть вот этот серый цвет и щелкаем на нем далее берем инструмент выделения щелкаем правой клавишей и в меню подгонка выбираем фрейм по размеру содержимого control альце также нам понадобится окно выравнивания заходим в меню окно обтекание макет выравнивание shift f7 здесь выбираем вариант выравнивание по странице щелкаем здесь выравнивание центров по горизонтали далее я это увеличу по вы сделаю покрупнее и мне это надо опустить вниз щелкаем на этом тексте тянем вниз вертикальная линия показывает как это должно быть по вертикали и в крае вот этой направляющей которые мы только что выставили все элемент стоит на правильной позиции далее разместим следующий элемент это заглавие переходим файл pdf копируем следующий текст берем текст рисуем блок ставим этот текст можно также назначить нужный размер но давайте сделаем более правильно так как и надо было сделать с предыдущим с вот этим текстом заходим в меню окно и найдем стиле которые мы уже создали предыдущем уроке стиле абзаца f11 здесь находятся стиле те которые нам нужны тогда нам принципе и цвета не нужны все цвета у нас определены в самих стилях абзацев закрываем образцы цветов выделяем соответствующий текст и выбираем стиль текст зак то есть вот этот вот стиль также берем инструмент выделения увеличим этот контейнер щелкаем потом правой клавишей и меню подгонка выбираем команду frame по размеру содержимого также смотрим стоит у нас выравнивание по странице щелкаем выровнять по центру страницы я это увеличиваю и также это ставлю в центр ниже вот фиолетовую горизонтальную линию далее берем инструмент текст выделяем текст новинки и применим нужный стиль это текст тире z то есть вот этот стиль далее переходим в файл pdf копируем следующий текст рисуем произвольный блок ставим этот текст выделяем его присваиваем текст тире z берем инструмент выделения щелкаем правой клавишей и меню подгонка frame по размеру содержимого ставим этот объект по центру и вниз под эту направляющую благодаря направляющим который мы создали заранее все элементы становятся быстро на положенные места то есть это ускоряет работу далее копируем следующий текст берем текст рисуем сразу можно по колонке задать этот объект и и ставим его выделяем и применяем стиль текст далее скопируем этот блок жмем аль тянем сюда жмем аль ставим сюда переходим файл pdf копируем следующий текст и ставим его также копируем следующий текст и заменяем дальше я выберу инструмент выделением здесь в центральном блоке ним текст и немного больше я это увеличивал эту колонку сделаю немного больше страница готова благодаря разметки сетки которые мы создали мы быстро расставили нужные элементы на странице и в будущем если у нас будет такая же страница с тремя колонками то будет сделать довольно таки быстро и просто жмем клавишу добавить что посмотреть это без направляющих проделайте соответствующие действия в следующем уроке мы приступим к созданию следующей странице эта страница компьютерная графика здесь у нас будет две колонки на ней также стоят разные интерактивные элементы которые мы потом также реализуем проделайте соответствующие действиям если будут вопросы по текущему уроку задавайте спасибо за внимание жду вас в следующем уроке